Продолжение следует... Поездка в Германию Сказывается то, что вот этот перелет в Германию, три часа сначала туда, три часа обратно Смог ли Фридрикс Хаффен удивить чемпионов России? Без поражений в национальном первенстве Все ребята молодцы, сделали свою задачу Уверенная поступь зенита Динамо-Казань против итальянского Урбину Победа нужна была нам вдвойне сегодня Команда Решата Гелезудинова провела первый домашний матч Лиги чемпионов Так выглядеть, что кричать и как себя вести Самое важное, узнать то, чего хотят болельщики Принят кодекс культуры болельщика Татарстана О самом сокровенном и дорогом Да, я за, давайте подпишем своими контрактами Исклюзивное интервью капитана сборной России и казанского «Динамо» Марии Бардаковой Вторым соперником казанского «Зенита» на предварительном этапе Лиги чемпионов Стал немецкий Фридрихс Хаффен По традиции, если подопечный Владимир Олегов встречались с этим противником на групповом этапе В итоге наша команда становилась победителем турнира В первом сете действующий победитель Лиги чемпионов «Зенита» Шарашил своего опытного и титулованного соперника качеством блока По второй партии дела у Фридрихс Хаффена складывались немного лучше Сначала хозяева прилично отставали Однако на финише партии подобрались к казанцам на достаточно опасное расстояние 19-22 Однако концовка все же осталась за «Зенитом» Самым тяжелым для казанцев стал третий сет В его середине соперники вели с разницей в четыре мяча Московское время уже близилось к часу ночи И команда Владимира Олеговна была вынуждена находить в себе внутренние силы И в итоге немецкая команда была повержена 3-0 А «Зенит» стал единоличным лидером группы А По возвращении из Германии времени народа у действующих победителей Лиги чемпионов практически не осталось Уже через несколько дней на своей домашней арене «Зенит-Казань» провел матч Чемпионат России против Нижегородской губернии Лига чемпионов, Кубок России, чемпионат страны Казанскому клубу одновременно приходится биться на нескольких фронтах И защищать свои титулы от притязаний соперников У наших гостей в Нижегородской губернии была целая неделя на подготовку к этой игре А вот «Зенит» едва вернулся из Германии, где добыл очередную победу в важном еврокубковом поединке Часовые пояса немного выбивают из колеи и не хватает времени чисто на нормальную тренировку двухчасовую У нас все время получается либо опробование вечернее, как бы опробование зала полтора часа, либо утренняя тренировка часовая То есть полноценной тренировки не хватает, но это вот видно сразу же Вроде бы силы сохранили, а вот с техникой бывают проблемки Впрочем, такой тяжелый график для наших волейболистов дело привычное И выражение «стабильность – признак мастерства» – это про наших парней Пятисетовые поединки, которыми зенитовцы радовали болельщиков на старте сезона, сошли на нет Чтобы поберечь силы, этот матч, как и три предыдущих, нашей команде нужно было завершать в трех партиях Отлично в игру вписался американский доигровщик «Зенита» Мэтью Андерсон Он реализовал три атаки подряд – 8-5 И если бы не ошибки казанцев на подаче, это преимущество могло бы быть более внушительным В конце стартового игрового отрезка зенитовцы также сами создали себе сложности Но довели его до уверенной победы – 25-20 Поздравляю вас, поздравляю! Вам призы, конечно, отборный кубок «Зенит» Казань, держите! Облуде смеет! К победам своей любимой команды фанаты уже привыкли А теперь и подарки для самых активных болельщиков в центре волейбола Это еще одна уже сложившаяся традиция В несложных конкурсах можно выиграть экипировку и сувениры с автографами звезд спорта Поэтому поучаствовать рад, как говорится, и стар, и млад О, круто! У меня как раз футболки не было О, зашибись! Прикольно! Теперь вообще фанаты! Это просто как забавная игра такая интересная Здесь ничего сложного нету И потом это же просто поздравить команду, пожелать ей удачи какой-то И вот пришло что-то в голову Сочинил быстренько на камеру высказался Получил приз, хороший приз от клуба «Зенит» Нам нравится «Зенит» Казань, потому что там... Это команда нашего родного города Сегодня мы думаем, что «Зенит» победит Сегодня очень хороший оппонент Противника всегда надо уважать Тем более такого хорошего Во второй партии нижегородцы, похоже, нащупали свою игру Вышли вперед и удерживали преимущество почти до самой концовки Но судьбу сета решили две ошибки гостей Которыми «Зенит» умело воспользовался Английские были, повели в середине Даже второй партии повели пять очков Может быть, не поверили в себя И чуть-чуть на приеме опять провалились И за счет этого «Зенит» догнал Хороший блок, с высокого мяча очень тяжело играть Третья партия стала решающей Капитан «Зенита» Максим Михайлов Не только отменно действовал в атаке Но и демонстрировал свою фирменную подачу Против которой гости были бессильны Однако сдаваться не собирались В середине сета Хозяева растеряли преимущество в четыре очка И нижегородцам удалось сравнять счет 15-15 Впрочем, смятение в рядах «Зенита» длилось недолго В концовке матча команда Владимира Олегна Действовала слаженно и добилась победы Отметим, что это уже четвертый матч подряд Который «Казанский «Зенит» завершает с сухим счетом 3-0 Недонастрой чувствовался небольшой Я думаю, что могли, конечно, посерьезнее сегодня выступить Но все равно все ребята молодцы Сделали всю задачу, выступали в тренинг Я думаю, что справились во всех элементах Немножко в третьей партии на приеме Были проблемы с таппингом, а так все хорошо В итоге «Зенит» продлил свою победную серию в чемпионате страны до 6 матчей Сейчас казанская команда отправилась в Оренбург, где будет бороться за единственную путевку в финал 6 Кубка России С местным нефтяником, факелом из Нового Уренгоя И снова встретятся с Нижегородской губернией Теперь расскажем, как обстоят дела у наших девушек Напомню, в стартовом матче Лиги чемпионов Казанская «Динамо» потерпела неудачу в гостях Уступив на тайбреке немецкому Шверинеру Второй матч Еврокубка команды Решата Гелезудинова Пролела на своей площадке против итальянского «Урбину» В новом розыгрыше Лиги чемпионов среди женских команд участвуют 24 лучших волейбольных клуба Европы Они разбиты на 6 квартетов Из каждой группы только две сильнейшие команды продолжат борьбу в плей-офф В Казанскому «Динамо» в прошлом сезоне удалось добыть только бронзу этого престижного Еврокубка А в нынешнем сезоне перед командой поставлена одна задача – выиграть главный приз И это была не единственная причина для победы на «Дурбина» Именинником в этот день был не кто иной, а главный тренер «Динамо Казань» Решат Гелезудинов Поэтому девушки очень хотели предподнести наставнику самый желанный подарок Конечно, во-первых, было очень ответственно играть в день рождения Хотелось показать ему хорошую игру и прежде всего предподнести победу И во-вторых, была большая ответственность, что мы первую игру проиграли И победа нужна была нам вдвойне сегодня Волейболистки «Урбина» никогда не становились призерами своего национального чемпионата И не играли в финале Кубка Италии По итогу минувшего сезона «Урбина» занял пятое место в итальянском чемпионате Но получил от Европейской конфедерации волейбола специальное приглашение в Лигу чемпионов «Вайлдкарт» Неплохая команда, итальянские команды всегда играют очень хорошо, стабильно, держат свой уровень Я думаю, будет интересная игра, ответная в Италии Команда очень ровная, единственное, что, может быть, не слишком хорошо сыграли они на подаче Много не ошибались, но, тем не менее, во всех остальных элементах сыграли очень ровненько, очень хорошо И это именно заслуга наших игроков, потому что победа за вас так крепко Против двукратных чемпионок России играть с итальянком было тяжело У соперниц были огромные проблемы в приеме Но в защите волейболистки «Урбина» действовали очень цепко Однако на подачах Екатерины Гамовой «Динамо» ушло в отрыв в 2012 И это предопределило исход первой партии Игра сильная, игра спортивная, серьезная Но мы болеем за наш клуб, за «Динамо», за девчонок Мы желаем сегодня победить, и мы в этом просто уверены Я так сильно боюсь за команду «Динамо», что дальше сорвал свой голос Внутри атмосферы накаляется Первый сет был довольно-таки сложный, тяжеленький, но ничего, наши выиграли «Динамо» вперед Если первую партию казанская команда выиграла с разницей в 6 очков То в последующих сетах преимущество в классе наших волейболисток оказалось еще более ощутимо Казанская команда была лучше во всех компонентах игры И не оставила соперницам никаких шансов 25-13 и 25-14 «Урбина» не удавалось ничего противопоставить казанскому блоку И атакам Гамовой с большой высоты Я думаю, что сегодня мы провели неплохую игру Так сказать, сделали подарок тренеру Я думаю, надеюсь, что мы все-таки выполнили тренерскую установку Но в целом все нормально Самый главный результат А в игре будем почищать то, что не доработали В чемпионате России наша команда удерживает за собой второе место Отставая на два очка от краснодарского «Динамо» Накануне подопечные Решата Гелезудинова с большим трудом в гостях одержали волевую победу над аутсайдером чемпионата Красноярским Енисеем На встречу сильнейшей команды страны соперницы вышли с огромной мотивацией В то время как казанская команда наверняка рассчитывала победить малой кровью И в итоге вырвала победу только на тайбрейке Впереди у наших девушек матч с прямым конкурентом в борьбе за победу в регулярном чемпионате Краснодарским «Динамо» Игра состоится в Казани 9 ноября в 18.00 Команде очень нужна ваша поддержка Нередовое событие для татарстанских любителей спорта состоялось накануне в Казани Был принят кодекс культуры болельщиков Татарстана На форум пригласили лидеров фанатского движения и представителей профессиональных спортивных клубов От волейбольного зенита выступал самый свободный игрок на данный момент Александр Волков Казань – спортивная столица Наверное, это оправдано, потому что 13 команд у нас находятся в первом дивизионе российского спорта Болельщики спортивной столицы должны придерживаться кодекса поведения на спортивных объектов Так и за пределами трибуны создавать положительный имидж республики К такому выводу пришли участники первого спортивного форума болельщиков Татарстана В свое видение проблемы излагали не только спортивные чиновники Высказаться могли и простые любители спорта Я болею за волейбольный клуб «Зенит» и неоднократно посещала не только домашние матчи, но и выездные Например, была на играх Лиги чемпионов в Европе И знаете, что меня поразило? Поразила культура болельщиков, которая существует в этих странах И именно поддержки от культуры именно от жителей города, именно от болельщиков, а не от фанатов Кульминацией форума стало подписание кодекса культуры болельщиков Татарстана Свою визу под которым поставил и блокирующий волейбольного клуба «Зенит» Александр Волков Самое важное – узнать то, чего хотят болельщики То есть этот форум создан для них, чтобы они посещали культурно-спортивные мероприятия Поэтому нужно обратиться к ним, чтобы собрались люди, которые возглавляют эти студенческие организации болельщиков И чтобы они высказали свои пожелания Это в первую очередь должны знать директора клубов, которые занимаются организацией болельщиков И высшее руководство И тогда будет посещаемость То есть людям будет интересно приходить, потому что они получили то, что они хотели Потому что игра, она останется игрой Если команда будет играть, все равно будут победы, поражения Люди будут приходить болеть, которые действительно любят Но может быть потянутся те люди, которым еще более интересно станет приходить на матч В волейбол наша героиня попала случайно И тренировки в спортивной секции совмещала с учебой в музыкальной школе Сегодня мы продолжаем интервью с капитаном сбора России и казанского динамо Марии Бородаковой На прогулку с нашим ведущим Фаридом Галимовым Мария Бородакова не забыла взять с собой фотоаппарат И сделала несколько очень удачных снимков В общем, под влиянием хорошего настроения, да еще, наверное, скупого осеннего солнца Известная волейболистка поделилась сокровенными мечтами Самая заветная мечта – это олимпийское золото Мыслями об идеальном мужчине Высокие, стройные, спортивные И воспоминаниями о том, как случайно попала в волейбол Когда нас спросили о том, что кто согласен перейти в спорткласс Я подняла руку, не советуюсь с мамой Продолжение беседы со знаменитой спортсменкой смотрите прямо сейчас Пробовал ли ты кататарскую кухню? Три года здесь живешь, наверное, пробовал уже Да, пробовала А что нравится? Даже помню, когда мы еще только приехали первый раз в Казань Как раз была презентация команды И мы прилетели, и нас как раз повели в ресторан татарской кухни И мне очень понравилось, особенно мне очень нравится суп лапша Ты знаешь, что у нас помимо волейбольных команд У нас есть много профессиональных команд И хоккейные, и баскетбольные, и футбольные Бывал ли ты на каких-то других матчах? То есть ходил ли ты на хоккей, допустим, на футбол? Да, один раз нам удалось попасть на игру Акбарса Мы ходили туда всей командой Действительно, по телевизору я не очень люблю хоккей смотреть А когда смотришь вживую, это намного увлекательнее, интереснее И азартнее как-то, да Мне понравилось очень Какие отношения у вас в команде с девчонками? Насколько вы дружны? Очень хорошая, мы действительно очень дружная команда И я очень рада этому Наверное, когда вот Первый раз собиралась команда И я пыталась узнать, кто будет в команде Какие люди, какой тренер То есть И Решат Сарзидиновича я уже знаю давно Еще по Липецку Я с ним работала в Липецке И потом в молодежной сборной Я его очень уважаю Он мне очень нравится как тренер И я считаю, что он делает все идеально, правильно А девчонки, я как узнала, кто будет в команде То есть я сказала сразу Да, я за, давайте подпишем своими контракт А с кем наиболее дружатые в своих командах девчонки? Ну, здесь играет моя лучшая подруга Екатерина Уланова В этом году пришли новые игроки в команду То есть еще и американка у нас теперь новая появилась Как отношения с ними? Замечательно Я очень рада видеть Хизер в нашей команде Потому что я знаю ее как игрока еще по сборной Когда она еще играла там И это очень веселая человек энергия, мне кажется Потому что она постоянно улыбается У нее такой веселый голос задорный То есть, ну, мне кажется, это потрясающе добрый человек В какой бы город ты хотела поехать? В город или страну? В страну, в город В страну, давай, пусть будет страна Ну, я бы очень хотела поехать в США Хотела бы поехать в Бразилию Там ты еще не была? Там еще нет, не там, не там, я, к сожалению, не была Снова возвращаясь к нашему любимому городу Вот так, в двух словах Что нравится в Казани, а что вот абсолютно не нравится Что бы ты, допустим, будь ты городоначальником, что бы ты изменила? Ничего, наверное Мне все нравится, мне все устраивает абсолютно Потрясающий город А дороги? Ну, дороги, они всегда дороги Это была всегда проблема в нашей стране, к сожалению Ну, я надеюсь, что вроде исправляют, все строят Надеюсь, что это все будет А как ты относишься к тому, что в Казани у нас универсиада скоро Затем у нас чемпионат мира по водным видам спорта Затем у нас чемпионат мира по футболу Как ты считаешь, это здорово для города, для республики? Или все-таки это есть минусы в этом? Нет, я абсолютно не вижу никаких минусов здесь Это действительно очень потрясающе То, что это очень спортивный город И здесь очень развивают все виды спорта Нет какой-то целенаправленности на один только авиаспорт И действительно у города есть ресурсы и возможности Для того, чтобы проводить здесь много соревнований И достаточно крупных соревнований И я очень рада И надеюсь, что так и будет дальше продолжаться Что в Казани доверят многие соревнования Недавно смотрел один телеканал И там наша светская львица Ксения Собчак Брала интервью у Скарлетт Йоханссон И она задала такой вопрос Скарлетт, вот если бы была возможность переродиться В кого-то из великих, скажем так, звезд Еще кого-то, в кого ты переродился И она ответила, что она бы переродилась в Бьенцей Или в Пенелопу Круз Вот тебе такой вопрос Вот если бы была возможность переродиться Кем бы ты вот хотела, в кого бы ты хотела переродиться Я бы осталась сама собой Да, то есть, ну тогда вопрос по-другому Если бы тебе возможность предоставила возможность прожить жизнь заново Чтоб ты изменила Наверное, ничего Мне все устраивает абсолютно в своей жизни И я стараюсь ее прожить так, как я хочу ее прожить И как я ее вижу в будущем То есть нету такого, чтобы я, наверное, захотела поменять Повернуть время назад Да, мы все совершаем ошибки Были какие-то ошибки, но Но это мои ошибки Да, это мои ошибки, на которых я же сама учусь И надеюсь, что так и будет дальше Согласен с тобой абсолютно Мария, ты у нас капитан команды Капитаном Когда тебе предложили стать капитаном, кстати? В сборной или... Давай начнем сначала в Казани Ну вот с момента, как я подписала контракт Мы приехали со сборной Мы сразу поехали на первую игру чемпионата России Полетели в Новую Рингу, по-моему И ко мне подошел Иршас Сирисудинович И сказал то, что Ну что, ты будешь капитаном Я говорю, да? Спасибо То есть это происходит так Добровольный проведитель Да Ковхоз сделал добровольный Хочешь вступай, хочешь попробуй не вступи Да То есть ты капитан Ну, над так над, да? Ну да А в сборной тогда? В сборной, когда пришел Вадим Иванович Кузюткин То есть Первый год У нас, по-моему, был другой капитан Да А на следующий год Он предложил мою кандидатуру То есть команда поддержала И никто не был против И меня сделали капитан А какое бремя лежит на капитане? Ну, то есть Это просто вот Значок К Капитан Или все-таки На тебе лежит какая-то ответственность Что ты должна Поддерживать команду Еще что-то Вот расскажи нам об этом Ну, естественно В первую очередь Я должна поддерживать команду Во время игры И за пределами площадки Да Капитан – это какой-то посредник Между тренером и командой То есть В каких-то моментах С тобой могут Может посоветоваться тренер Как надо лучше сделать в этом моменте Как в том, да? То есть Ну, я бы не сказала Что это какое-то бремя То есть, да Это Ну, наверное Я как человек ответственный Мне решили это вот поручить И я надеюсь, что с достоинством Это переношу Ну, вот бывает же, наверное Бывают какие-то неудачные игры Само собой То есть Потом все равно происходит Какое-то собрание Правильно Тренер начинает, наверное Отчитывать того Ну, капитану это больше достается В этот момент Или нет? Или все-таки Все поровну? Нет У нас, наверное Больше все-таки Молодым достается У нас как-то тренер Ну, он понимает То, что Как-то мы Достаточно опытные Игроки все И В большей степени Ошибок, которые мы совершаем Наверное, мы знаем причину Сами То есть Лишний раз он старается На них не указывать Да Он Действительно Очень хорошо Ведет вот игроков В том плане То, что Он Не указывает На те ошибки Которые ты уже сделал А он старается Наоборот Как-то вот Исправить Как-то Предложить Другие варианты Как Как можно Сделать по-другому То есть Ну, мне вот Это очень нравится Тренер Что ты скажешь О казанских болельщиках? Замечательные болельщики Действительно Я очень рада То, что Трибуны Заполняют Да, студенты Да То есть Может быть В какой-то степени Принудительно Я не знаю Эту систему Да Но Они приходят И они действительно Болеют всей душой Они поддерживают Они кричат И Не просто смотрят Как ты играешь То есть Они там Лица разрисовывают Себе Какие-то кричалки Придумывают Да Действительно Очень Чувствуется поддержка Зала Помогает Это все Да Особенно в тяжелые моменты А Есть ли у тебя Какие-то Пожелания Нашим болельщикам? Вот Как бы Глядя в камеру Скажи Ребята Вот я хочу Ну Наверное Только Приходите на наши игры И поддерживайте нас А мы будем Стараться делать Все возможное Для того Чтобы выиграть Ну что Маша Мне очень приятно Было с собой Побеседовать Ты очень приятный Собеседник Шикарная погода Сегодня Ты еще Я думаю Сделаешь несколько Красивых кадров Спасибо тебе большое Что ты Дала нам интервью Для нашей программы Волейбол Увидимся на ТНВ И увидимся на играх Спасибо До свидания Ну что же Друзья Всем пока С вами был Фарид Гальнев И вместе со мной Сегодня Делала интересные Фото кадры Капитан команды Динамо Казань Мария Бородакова Всем пока Редактор субтитров Друзья Время неумолимо И мне приходится Прощаться с вами Ровно на 7 дней Много новой И полезной информации О нашей любимой игре Расскажем в следующий четверг С вами был Фарид Гальнев И да пребудет с вами Волейбол Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова